В декабре месяце обещают новую, в общем-то опять, эскалацию протестов. Эскалацию я могу сказать, что это уже обеспечит само правительство, а люди просто выйдут на мирные протесты. С чем это связано? Правительство не услышало прошлых протестов. То есть люди вышли, это были десятки тысяч людей, на площадях оценивали по разным оценкам, ну официальная оценка 7 тысяч, а по оценкам журналистов 20-30 тысяч, до 30 тысяч людей вышло. Закончилось тем, что жестко очень разогнали митинги, разгоняли с большим количеством слезоточивого газа, дубинками, спецсредствами. Пострадавшие есть и со стороны полиции, и со стороны гражданского населения. Правительство не услышало этих протестующих и продолжает свою линию. Соответственно, протестующие сейчас перегруппироваются. Политические требования, связанные с экономическими требованиями, которые выливаются консолидированно в отставку правительства и премьера, но практически все протестующие сходятся в одном. 90% сходятся в том, что страна не должна входить в НАТО. Что касается социологических оценок, они, естественно, самые разные. По оценкам правительства 30%, всего-навсего против НАТО. По самым скромным процентам, оценкам независимых экспертов, социологических служб 64%, может доходить до 80%. Дело в том, что НАТО пошло даже на элементы черного пиара. Это очень скандальная история, буквально скандал разразился позавчера, когда мы уже сюда вылетали. Очень популярный актер Мия Караджич, комедийный актер, культовый актер Югославии, вдруг вышел и публично выступил, что тот ролик, который катали в Черногории за НАТО, он является подложным. То есть он выступил за культурные обмены, за сотрудничество, подложили, так сказать, подложку, заставку, что это общественная организация проводит этот ролик, сформировала этот ролик, партнерство за НАТО. То есть актер сказал о том, что он не знал о таком назначении ролика. Вот сейчас все билборды в Черногории срочно меняются, часть билбордов теперь, агитация за НАТО, проходит как бы с фотографиями нынешнего премьера Мила Джукановича, часть с, так сказать, с кандидатом, с каким-то отправящей же партией Ранка Кривой Капич. То есть вся вот эта вот интеллигентная часть постепенно начинает отходить в другую сторону. Перетянет это 20% или 30% в протест против НАТО, мы сейчас сказать не можем, но это очень большая часть. Кроме этих таких интересных фактов, есть другие факты. Как известно, что в НАТО принимаются страны, которые не имеют территориальных споров. У Черногории были территориальные споры, причем не один спор. И самый известный территориальный спор – это мыс Превлока. Этот мыс делит фарватер Бока-Каторской бухты, известной, где находятся и кораблестроительные предприятия, ремонтные доки, и бывшая база подводных лодок, Югославская. И, в общем-то, это очень большой фарватер, заходят очень большие корабли туда. Это стратегическая точка на Балканах, единственный такой, как называется, фьорд, залив, большой залив. Сейчас он контролируется до сих пор, вход в этот залив контролируется территориально Черногорией. Но если второй мыс отходит по территориальному спору в Хорватию, а Хорватия является членом НАТО, то практически вход уже в этот большой залив начинает контролироваться двумя странами. И обозначается среди политической элиты Черногория, обозначается о том, что территориальный спор перешел в другую плоскость. Раньше Черногория занимала этот мыс, а Хорватия претендовала. И может случиться так, что будет все наоборот. Пока неизвестно, зашли ли, активизировались военные силы Хорватии, так сказать, они там где-то неподалеку находятся. Неизвестно, есть ли нарушение границы или нет, но, тем не менее, такой инсайд есть, что вооруженные силы там существуют. Это второй факт. Который произошел буквально в последние дни. На протестное настроение информационная среда влияет достаточно сильно. То есть, кроме того, что я говорил, что интеллигенция переходит постепенно, причем интеллигенция самого разного направления, так сказать, и патриотическая, пророссийская, русофильская и проевропейская, интеллигенция начинает переходить в плоскость противостояния вступления НАТО. Но это более экономические причины толкают людей на это дело, потому что все начинают понимать, что вхождение в НАТО в данном случае заставляет потерять Республику Черногория, рынки. А рынки эти формируются российским капиталом, российскими инвестициями. И российским же потребителям. Это потребитель туристических услуг и потребитель жилья.